Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Вентин Тарантин отметил 60-летие, возраст, в котором, как он утверждал, пора уходить на пенсию. Режиссер обещал, что оставит профессию после своего десятого фильма, и сценарий к нему уже готов. Новая и предположительно последняя картина Тарантино будет называться «Кинокритик». Все прошлое лето режиссер провел в Тель-Авиве, частенько разъезжал в полдень на велосипеде по парку Айркон. Тарантино и его жена, израильтянка Даниэла Пик, поженились в 2018-м. Их первенец Лео родился в больнице Ихилов. По еврейским традициям мальчику сделали обрезание. 2 июля прошлого года Квентин и Даниэла вновь стали родителями. На этот раз у них родилась девочка. Тарантино часто рассказывает в интервью о чувствах к жене и своей новой жизни в Израиле. «Здесь восхитительно. Нам весело вместе. Я нашел красивейшую, удивительную женщину. Она прекрасная жена и замечательная мать. Мы заботимся друг о друге». За время жизни в Израиле Тарантино не раз попадал в объектив папарацци в толпе на ханукальном фестивале, обедая в различных ресторанах и кафе, а также в кинотеатре в очереди за попкорном. А знаете ли вы, что Тарантино никогда не учился в кинематографическом университете? Все необходимое он узнал в калифорнийских кинотеатрах, из которых не вылезал с раннего детства. Потом был видеосалон, куда он устроился работать. Первые картины Тарантино, показанные на Сандэнсе, бешеные псы и особенно криминальное чтиво, с успехом которого связан карьерный взлет режиссера, аккумулируют именно его зрительский опыт, переплавляя в оригинальный стиль. Апофеозом этой манеры стала диалогия убить Билла. Продолжение следует... Тарантино делал кино от имени зрителя, пренебрегая иерархиями и законами индустрии. По сути, именно он сделал постмодернизм по-настоящему народным течением. Каждая его картина – развернутый эксперимент с несколькими временами. Во-первых, это время действия. Во-вторых, внутреннее время действия, которое Тарантино растягивает. В-третьих, собственный порядок событий – эдакий слоеный пирог. Прилагательный «Тарантиновский» давно внесено во множество словарей по всему миру, и под ним понимаются самые разные элементы индивидуального стиля. Но чаще всего его употребляют именно по отношению к диалогам. С дебютного фильма Тарантино привлек внимание критиков способностью создать диалог на отвлеченную тему, не имеющую прямого отношения к интриге. «Бешеные псы» открываются разговором о песне «Мадонны» и продолжаются спором о чаевых. Эти сцены чуть ли не более знамениты, чем эпизод с отрезанием уха или финальной перестрелкой. Я выпускал К.Били 기다릴 том, что К.Били – retr� coisa на времени. «Песняcaю�� эти псы» «Владут Швейн, вернее?» «Владут Швейн, вернее. Це aquí легola….» «Авши» «ע чё?» Криминальное чтиво прославил Твист Винсента Веги и Мии Уоллес на конкурсе в ретро-ресторане Но ничуть не менее культовым стал диалог двух киллеров о метрической системе, о том, как во Франции называют бургеры. Ле Биг Мак. Помните эту сцену? Даже в «Убить Билла» энциклопедии экшн-кино кульминация прерывается обстоятельным философским монологом о роли Суперменом. Карантино, выдающийся литератор, прежде всего-то грамматург. И даром еще до своего дебюта он писал сценарии для других режиссеров. А еще Тарантино умеет поставить сцену драки или убийства так, что зрителю станет не по себе. Режиссер неоднократно говорил, что в его кинематографе сосуществуют два мира, два шапира, как говорится. Один реалистический, которому принадлежит и зритель, другой воображаемый мир киножанра, в котором возможно буквально все. Еще одна сугубо тарантиновская черта – особое внимание к саундтрекам. Нередко обретающим статус самостоятельного произведения искусства. По сути, Тарантино работает как диджей. Собирает любимые треки, неожиданно соединяет классику с чем-то свежим, а хиты – со старинными мелодиями. Многие песни вошли в хит-парады и плейлисты, или туда вернулись, именно благодаря Тарантино. Это как минимум... You never can tell, Чака Берри I shot you down, bang, bang, you hit the ground, bang, bang, that awful sound. Bang, bang, Nancy Sinatra Cat People, David Bowie Hush Deep Purple А четыре года назад Тарантино сам составил трехчасовой плейлист лучших треков из своих фильмов. Негласный уговор внутри кино таков – коммерческие фильмы четко делятся на жанры, в то время как авторский кинематограф пренебрегает жанровыми законами и условностями. Тарантино находит третий путь. Он отменяет любые иерархии, пренебрегает разделением на высокое и низкое, главное и второстепенное. Он снимает фильмы, в которых женщины отказываются от пассивной роли, вступая с мужчинами в единоборство и без труда побеждая. От реалистичного поединка в Джеки Браун до дуэли в «Убить Билла». В доказательстве смерти лишь женщины способны физически уничтожить маньяка, убивавшего без защиты. Кроме того, Тарантино – редкий режиссер, влюбленный не только в актеров, но и в каскадеров. Они становятся его главными героями. Каскадер для Тарантино не только супергерой или супергероиня, но и мак. Так истинный кинофанат Тарантино снимает на пленку и боготворит ее. Омерзительную восьмерку он вообще снял на 70-мм пленке, что в наше время создает немало проблем дистрибьюторам, желающим показать такое кино в оригинале. Слово «мама» Квентина Тарантино, Конни Макхью, не поддерживала сына в его желании быть писателем и сценаристом. Она оскорбляла и унижала его. Из-за детской обиды и чувства одиночества, связанного с отсутствием поддержки, Тарантино поклялся никогда не давать матери денег. По словам Тарантино, вместо того, чтобы делать уроки, он предпочитал писать сценарии вымышленных фильмов. В 12 он начал работать над сюжетом, так и не снятой позже ленты, и увлечение стало отнимать все больше времени. Вскоре у него начались проблемы со школьными учителями, которые воспринимали хобби мальчика как вызывающий акт протеста и пригласили Конни Макхью на разговор об успеваемости. Мать, придя домой после беседы, начала отчитывать сына и произнесла фразу, которая навсегда засела в его голове. Она просто не переставая ругала меня, а затем посередине своей маленькой тирады сказала. И, кстати, эта маленькая писательская карьера с никчемными диалогами, которую ты себе придумал, дерьмом, простите, но это литературное слово. Заканчивай уже с этим, вспоминает Тарантино. После ссоры маленький Квентин начал продумывать план мести и пообещал себе, что его будущий материальный успех никак не коснется матери. Спустя десятки лет после инцидента Тарантино сдержал такие обещания. «Помните, что ваш саркастический тон в отношении того, что для детей значимо, может сыграть с вами злую шутку». Это слова Тарантино. Сейчас состояние кинематографиста оценивается в 160 миллионов долларов. За свою карьеру он получил три премии «Оскар». Самый кассовый фильм Тарантино «Джанго освобожденный» заработал в прокате более 420 миллионов, а первые картины «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво» суммарно собрали в кинотеатрах около 217 миллионов. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану музыкант Канни Уэст недавно обвинил Тарантино и актера Джейми Фокса в том, что они использовали его идею для создания концепции фильма. Действие картины разворачивается в 1850-х годах, до начала Гражданской войны. Вестер рассказывает об эксцентричном охотнике за головами докторе Кинге Шульце, который освобождает из рабства темнокожего мужчину по имени Джанго, чтобы тот помогал ему с поимкой опасных преступников за денежное вознаграждение. По словам Канни Уэста, он якобы представил режиссеру и актеру аналогичную сюжету фильма-концепцию еще в 2005-м и хотел использовать ее для клипа на свой трек «Gold Digger». Именно я подал им идею Джанго в качестве клипа на песню, а уже затем Тарантино превратил ее в фильм, заявил Канни Уэст. Музыкальное видео на трек вышло в 2005-м. В ролике в стиле пин-ап, который в итоге снял режиссер Хайп Уильямс, снялись сам Канни Уэст и Джейми Фокс, танцующие с разными девушками-моделями. Но, судя по всему, скандал удалось замять. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.